Щёлковская земля богата талантами. Один из таких самородков – композитор Александр Алябьев, автор 200 романцев, 6 опер и 20 музыкальных комедий. Музыканту, подарившему миру роман с соловей, посвятили конкурс вокального искусства. Традиционно он проходит в Африанове и в Рязанцах. В этом селе Алябьев венчался. Говорят, что именно уникальная природа села Рязанцы вдохновила великого композитора Александра Александровича Алябьева на написание и создание своего знаменитого романца. Именно здесь эта природа вдохновляет сегодня и всех участников фестиваля. К музыкальному событию приурочили высадку лип в парке у первого в России памятника Алябьеву, установленному в Рязанцах. Традиции 15 лет, а самому парку более двух веков. Вы знаете, я посмотрела на те липы, которые сажают здесь, традиционно сажают гости, участники, и увидела, насколько они выросли. То есть, если вы посмотрите, то это говорит о том, сколько лет уже проводится фестиваль. Ежегодный конкурс «Алябьевский соловей» стал областным, что сделало его еще более привлекательным для исполнителей. Это старейший фестиваль, который проходит в Щелковском городском округе. И с 2004 года Министерство культуры Московской области поддерживает его очень активно. Неудивительно, что такое большое количество участников приедет сегодня на эту землю показать свой вокальный талант. Организаторы решили привлечь три состава жюри. Вокальный жанр в России год от года получает все большую популярность. Сегодняшние участники, количество их говорит об этом, об большом интересе к этому жанру. Музыка «Алябьева», я сам ее очень часто исполняю, имею в репертуаре множество романцев «Алябьева». Замечательный романс «Есть нищая», романс «Слеза» на стихи Пушкина, романс «Я люблю тебя, дева милая», совет про гусаров. В общем, много-много, причем на разные тематики, и про дружбу, и про любовь. Традиционно конкурсанты выступают в исторических интерьерах музея-усадьбы Фрянова. Две номинации «Академическое народное пение» в этом году в музыкальном марафоне 250 участников и коллективов из 40 муниципалитетов Московской области. Екатерина Фуранова проделала путь из подмосковного Короскова. Конкурсы дают возможность сравнить себя с другими, как-то какую-то более уверенность обрести. И всегда это не лишнее. Действительно славные места, которые чувства вызывают восторг. Мы выступаем первые, мы будем петь вдоль по улице, широкой. Она о том, как гуляют по улице, широко гуляют, весело.